Привет, меня зовут Хатуна, мы продолжаем коротко рассказывать о важных вещах. Видео подготовлено в рамках серии роликов о политических партиях Грузии в преддверии выборов 2024. Оставь надежду всяк сюда входящей, потому что говорить мы сегодня будем о партии «Консервативное движение», которая была официально зарегистрирована осенью 2021 года. Если это название вам ни о чем не говорит, то, возможно, вы слышали о радикальной медиаплатформе, которую принято считать прокремлевской – «Альт-Инфо». «Консервативное движение Альт-Инфо» – одно и то же. Они считают, что вместо либеральной демократии в Грузии должна быть установлена христианская, а ключи от решения всех проблем находятся в Москве. Этой силе характерны антисападные настроения и пророссийский нарратив. И все бы ничего, подобные политические силы в разных странах ЕС тоже можно найти. Свобода самовыражения гарантирована Конституцией и в Грузии. Но есть пара принципиальных различий. Существует несколько журналистских расследований, которые подтверждают, что «Альт-Инфо» финансируется иностранным, в данном случае враждебным для Грузии государством, оккупировавшим 20% ее территории, ежедневно убивающим и похищающим ее граждан. И если после этого блока вы еще не отключили видео, удовлетворившись коротким описанием этой политической силы, я продолжу. Радикальная группировка стоит за всеми громкими бойнями последних лет. На их совести и кровавые события 5 июля. И разгон закрытого мероприятия «Тбилиси Прайд» в этом году с присвоением частной собственности. И нападки на западных дипломатов и многочисленное сожжение флага Евросоюза. И угрозы шантажом в сети. Началось все в 2017, когда на просторах интернета появился веб-сайт «Альт-Инфо.ком». Спустя примерно полтора года в жизнь населения Грузии ворвался одноименный интернет-телеканал. Вскоре он вышел на кабель, а затем получил от комиссии по коммуникациям статус национального вещателя. Этот статус обязал всех ТВ-провайдеров предоставить абонентам доступ к «Альт-Инфо». Тех, кто противился, заставили. С первого дня своего существования платформа «Альт-Инфо» распространяла язык ненавистью. Занялась тиражированием фейков – антизападных, антилиберальных, ксенофобских, гомофобных и сексистских сообщений. Радикальный нарратив усилился с началом войны в Украине, когда ведущие стали рассказывать о Западе, стравившем братские народы, и о Зеленском, обрекшем свою страну на войну ради НАТО. После вторжения Путина в Украину, как на дрожжах, растет и финансирование партии. По данным службы государственного аудита, в первый месяц войны радикалы получили порядка 30 тысяч долларов под видом пожертвований и начали один за другим открывать офисы в регионах Грузии. Этот процесс встретил яростное сопротивление местных жителей. Со своей стороны, консервативное движение «Альт-Инфо» устраивали потасовки, дискредитировали активистов и откровенно им угрожали. Причем их методы, как подкопирку, совпадали с российскими. Один из самых громких случаев связан с активисткой из Мернеоли Самирой Байрамовой. После того, как девушка провела одиночную акцию протеста офиса «Альт-Инфо» в своем городе, ей стали поступать многочисленные угрозы и оскорбления. К слову, государство никаких внятных действий в этой связи не предприняло. «Альт-Инфо» все сошло с рук, равно как до и после этого. Так уж сложилось, что грузинская мечта спускает на тормозах любое буйство прокремлевских радикалов. Вопрос, почему так происходит, успел стать риторическим. Оппозиции считают, что правительство грузинской мечты использует их в собственных интересах. Связь «Альт-Инфо» с государством подтверждают также МПО, напоминая о том, что действующее правительство часто мобилизует радикальные, антиевропейские, пророссийские и насильственные группы ради проталкивания собственной повестки. Согласно ноябрьскому опросу Edison Research, рейтинг консервативного движения составляет 3%. К слову, летом их поддерживали 2% опрошенных. И хоть с таким результатом у платформы ничтожные шансы пройти в парламент на предстоящих выборах, рост популярности очевиден. Субтитры создавал DimaTorzok